В эфире новости на телеканале Север. С вами в студии Илья Сахаров. Владимир Путин утвердил схему избирательных округов для проведения выборов в Госдуму в 2016 году. Соответствующий федеральный закон подписан президентом и опубликован на сайте Кремля. Схема утверждена сроком на 10 лет. Очередные думские выборы пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будет избрана от территорий в соответствии с нарезанными избирательными округами. Половина по партийным спискам. В общей сложности интерес россиян в Государственной думе, как и прежде, будет представлять 450 депутатов. Изменившееся избирательное законодательство позволяет даже самому малочисленному субъекту России, Ненецкому округу, где зарегистрировано 33 тысячи избирателей, выбирать своего депутата в Государственную думу. Последний раз жители НАУ выбирали своего депутата в Нижнюю палату российского парламента в 2003 году. Новая нарезка избирательных округов на выборах в Государственную думу гарантирует Ненецкому округу наличие своего представителя в Нижней палате российского парламента с сентября 2016 года. В настоящий момент, как я уже сказала, утверждена схема одномандатных избирательных округов. В настоящий момент мы понимаем, что в Нинском автономном округе будет образован 221-й одномандатный избирательный округ. И полномочия по проведению организации на территории Нинско-автономного округа по выборам депутатов Государственной думы будут возложены на избирательную комиссию Нинско-автономного округа. Таким образом, выборы депутатов Государственной думы пройдут по смешанной системе и 450 депутатов Государственной думы будут избираться следующим образом. 225 депутатов будут избираться по федеральному округу, значит, по партийным спискам. И 225 депутатов у нас будут избираться по одномандатным избирательным округам. То есть у нас будет по партийным спискам, то есть у нас каждая партия будет выдвигать кандидатов от своего избирательного объединения. И у нас будут кандидаты также одномандатники, которые будут, вот еще раз говорю, что партия может предложить в составе списка и кандидата по одномандатному избирательному округу. Напомню, выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 3 триллиона рублей на школы. Правительство в следующем году запускает программу содействия созданию в регионах новых мест в общеобразовательных организациях. Программа рассчитана на 10 лет до 2025 года. Планы на ближайшее десятилетие по модернизации при необходимости строительства новых школ с регионами в ходе селекторного совещания обсудил премьер российского правительства Дмитрий Медведев. В нем приняли участие глава нашего округа Игорь Кошин и профильный заместитель губернатора Галина Медведева. «Это сверхмасштабный проект, поэтому нужно четко понимать, как обстоят дела в конкретном регионе, потому что ситуация отличается», указал председатель правительства Дмитрий Медведев. «Каждому субъекту федерации предстоит разработать собственную программу с учетом своих потребностей. Где-то достаточно просто отремонтировать большинство зданий, где-то предстоит возводить новые объекты. Должное внимание придется уделить и техническому оснащению школ. При этом глава Кабмина еще раз особо обратил внимание регионов. Суть программы не в том, чтобы освоить как можно больше средств, зациклившись на строительстве новых объектов. Ключевое слово – модернизация, которая предполагает в первую очередь ремонт существующих зданий». «По предварительным оценкам на выполнение программы в течение последующих 10 лет потребуется почти 3 триллиона рублей. Из них около 2 триллионов может потребоваться из федерального бюджета. За счет этих средств должно быть создано более 6,5 миллионов мест в общеобразовательных организациях по всей стране. «Нам нужно разработать механизм реализации программы, софинансирование расходных обязательств субъектов федерации». Деньги, выделенные для этой программы, нужно ценить на вес золота, предупредил премьер власти на местах. В 2016 году на поставленные задачи потребуется около 50 миллиардов рублей. Главная цель программы – создание достойных условий для учебы российским школьникам, в частности, перевод всех школ на обучение в одну смену и модернизация зданий. В Нинницком округе в данной сфере две болевые точки – переполненность городских школ и ветхое состояние части сельских. Так, например, в школе номер 3 Наринмара обучается 560 детей при вместимости здания в 300 человек. К сожалению, решить разом эту проблему невозможно, так как строительство новых зданий в условиях Крайнего Севера – очень дорогостоящие мероприятия, отметил Игорь Кошин. Именно поэтому сейчас округ избавляется от неэффективных трат, чтобы планомерно обновлять фонд учебных заведений. На особом контроле главы региона – школа в поселке Искатели. Один из двух корпусов учебного заведения был построен 40 лет назад и представляет собой двухэтажное деревянное здание, материально-техническое состояние которого далеко от современных требований. Обеспокоенность состояния школы вызывают и у родителей. В частности, в ходе прямой линии с главой региона родители учеников этой школы выразили озабоченность низкой температурой в некоторых кабинетах. По поручению Игоря Кошина в образовательном учреждении были проведены контрольные замеры температуры. Сегодня она соответствует требованиям. Тем не менее, в целях профилактики были приняты необходимые меры по утеплению кабинетов и прочих помещений, где занимаются дети. Об этом по телефону нам рассказал заместитель директора школы-поселка Искателей по административно-хозяйственной деятельности Егор Кожевин. У нас температура на сегодняшний день как бы соответствует требованию СанПИД. Когда у нас понижается температурный режим, когда он будет не соответствовать с новым, у нас нужны потолочные, закрасные, нагревательные элементы, которые включаются по мере необходимости. Буквально вот завтра у нас начнутся занятия, поэтому у нас сторожа вахтеры, где температура возможно может понизиться, то есть они с утра уже будут контролировать, начиная там уже с часов с пяти утра. И если где-то на них соответствуют, они уже будут их включать дополнительно. Отдых и оздоровление окружных детей на территории региона и за его пределами будут объединены в единую программу. Она станет частью уже существующей госпрограммы о социальной поддержке граждан Ненецкого округа. Сейчас в администрации региона идет разработка нового документа и согласование его с окружными законодателями. Каким предлагают сделать отдых юных жителей Заполярье, расскажем далее. Новая подпрограмма рассчитана на три года, начиная с 2016-го. В нее войдут уже работающие на территории нашего региона направления, такие как организованный отдых в детских лагерях России и санаторно-курортное лечение по путевкам мать и дитя. Кстати, в этом году уже внесен ряд поправок в эти направления. Основная масса изменений коснулась оздоровления, которое наши дети проходят совместно с родителями. Со следующего года эти меры соцподдержки будут придерживаться принципа адресности и нуждаемости. С 2016-го года путевки мать и дитя смогут получить те дети, которые действительно нуждаются в оздоровлении с третьей, четвертой и пятой группами здоровья. «Самая большая группа – это вторая детей. Анализ показал, что по концу учебного года чуть больше 10% детей из второй группы попадают в третью в основном, иногда в четвертую и пятую. Это редко. В основном в третью. Мы видим, что сегодня большие нагрузки, когда ребенок обучается, и из третьей группы он переходит в третью группу». Также в новом документе будет прописан и отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Не оставили без внимания и возможности летнего отдыха в нашем регионе. В основном это лагеря дневного пребывания или, проще говоря, пришкольные площадки. В этом году по округу их было открыто 23. 17 в населенных пунктах региона, включая поселок Искатели, и 5 в Наринмаре. Они работали на базе школ, Дома детского творчества и спортшколы «Старт». В будущем эти направления также планируются активно развивать, в том числе сделать профильные смены. В четвертой школе традиционно проходит площадка для одаренных детей по различным направлениям. Специальные лагеря ежегодно открываются и при ДДТ, и спортивной школе. В части взаимодействия сетевого между городскими школами хотелось бы, чтобы была определена профильность отдыха, чтобы дети могли не зацикливаться конкретно за той школой, в которой они обучаются, а именно посещать другие образовательные организации в зависимости от интересов. Есть и другое направление – палаточные лагеря. В таком направлении работают уже успевшие зарекомендовать себя детский лагерь Литкова. Две недели дети проводят на природе в районе села Коткино. В следующем году планируется открыть еще один подобный проект. Выездной лагерь «Три чума», который планируется организовать на базе туристического центра. 7 дней, 30 человек. Туда тоже категория детей, которые могут попасть в трудножизненные ситуации. Безусловно, охват будем стараться, в принципе, осуществлять 100%, чтобы там и дети трудной жизненной ситуации, и комиссии, которые стоят на учете по делам несовершеннолетних. В новой подпрограмме особое внимание будет уделено и укреплению материально-технической базы окружных учреждений, в которых проходит оздоровление и отдых детей, и обучение воспитателей и вожатых. На реализацию проекта уже в следующем году потребуется порядка 150 миллионов рублей. На эти средства смогут отдохнуть и поправить здоровье до 60% юных жителей Заполярья. Рекордное количество контрафактного алкоголя изъяли окружные полицейские. По имеющейся оперативной информации, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факты незаконного хранения крупной партии алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ее разместили в двух контейнерах. Олег Катанзейский продолжит тему. Водка, народная отрада, армянский коньяк и бочка со спиртом. В общей сложности порядка 8 тонн нелегального горячительного. Партия контрафакта пока хранится здесь, на складах управления Министерства внутренних дел. Образцы изъятой продукции будут направлены на исследования, где установят, соответствовал ли алкоголь ГОСТу и был ли он опасен для жизни и здоровья потребителей. Изъять столь крупную партию контрафактного алкоголя полицейским удалось в рамках оперативного мероприятия «Профилактика». Сотрудниками отдела экономической безопасности и предъявления коррупции в управлении выявлен факт незаконного хранения в двух контейнерах крупной партии алкогольной продукции. Кроме этого, установим, что данная алкогольная продукция и спиртно-содержащая продукция без специальных решений и документов, подтверждающих легальность производства и оборота данной продукции. В Наринмаре столь крупная партия контрафактного алкоголя – нонсенс. По словам противников, нелегальную продукцию задержанный приобрел еще весной этого года в Москве. Реализовывал горячительное через социальную сеть «Друг вокруг», а также через таксистов-нелегалов. Стражи порядка убедительно просят население не приобретать алкогольную продукцию с неизвестным происхождением. Уважаемые граждане, если вам известны факты незаконной реализации алкогольной продукции, просим вас сообщать по телефону 43642 УМВД России по Ненинскому автономному округу. Лица, причастные к реализации немаркированной алкогольной продукции, установленные уже дали признательные показания за преступления подобного рода максимальное предусмотренное Уголовным кодексом наказания – лишение свободы. Олег Котанзийский, Алина Ваучейская, Роман Делимарский, Телеканал Север. Между тем, Федеральная антимонопольная служба собирается поддержать реализацию энергетических напитков на алкогольной основе. Антимонопольное ведомство хочет добиться отмены запрета на продажу слабоалкогольных энергетиков, которые действуют во многих российских регионах. Об этом сообщает российская газета. ФАС России неоднократно высказывала мнение о том, что запрет отдельного вида товара в различных регионах приводит к нарушению положений Конституции, гарантирующих единство экономического пространства, свободу перемещения товаров, а также закон о защите конкуренции и закон о торговле. ФАС последовательно выступает за то, чтобы, если будет установлено, что какой-либо вид алкогольной продукции вреден, запрещать его реализацию исключительно на федеральном уровне. Служба как работа. В Ненецком округе продолжается набор молодых людей, желающих пройти службу по контракту. В этом году контрактниками решили стать 17 человек, они уже отправились к местам службы. Еще один проходит медкомиссию в Наринмаре. Для прохождения службы по контракту будущим военнослужащим в окружном военкомате помогают собрать необходимый пакет документов, пройти медицинскую комиссию. После этого кандидаты отправляются в Архангельск, в пункт набора на военную службу по контракту, где вновь проходит медицинское освидетельствование. В основном ребята идут служить в войсковые части по месту жительства. Естественно, направляются ребята, которые служили, то есть демобилизованы служебных сил. Кроме того, на командование службы по контракту могут поступать у нас и офицеры запаса. Но с офицерами запаса история чуть по-другому выглядит. В общем-то, с подготовки документов они занимаются самостоятельно. Ознакомиться со списком открытых воинских должностей можно в военкомате или в центре занятости населения. Сейчас Министерство обороны России ведет набор рядовых сержантов запаса. Они могут отправиться на службу в войсковую часть 38-643 Мурманской области поселка Светлый. Кандидатам предъявляют следующие требования. Возраст до 30 лет, отсутствие судимости, в том числе ближайших родственников, отсутствие родственников, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, категория годности по здоровью А, Среднее полное образование также выше. Справка из наркодиспансера. Предпочтительно прохождение военной службы по призыву ВДВ, морской пехоте, частях специального назначения, разведывательных подразделениях. Обязательное условие для демобилизованных – это наличие среднего образования и служба в вооруженных силах. Но есть исключения. Так, например, для молодых людей, которые имеют высшее образование, не предъявляются требования по воинской службе. Вернуться к армейской жизни могут и офицеры запаса. Министерство обороны открыло набор для этой категории войсковую часть 62-551 Улан-Удэ-50. Требования к кандидатам. Отсутствие судимости, в том числе ближайших родственников. Отсутствие родственников, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Категория годности по здоровью А. На страже конституционного порядка и национальной безопасности, а говоря простыми словами, на страже мирной жизни нашего общества. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. Слова поздравления в адрес полицейских Ненецкого округа прозвучали со сцены Дворца культуры Арктика. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – это профессиональный праздник для очень многих людей в нашей стране, отметил в своей поздравительной речи начальник управления МВД по Ненецкому округу Олег Ильиных. Именно для этих людей работа в полиции стала настоящим призванием о борьбе с нарушителями правопорядка делом всей жизни. Уважаемые коллеги, спасибо вам за то, что вы остаетесь преданными своей профессии. Живете общими проблемами с личным составом. Находитесь в гуще служебной деятельности нашего большого гарнизона. Болеете душой за состояние дел в сфере правопорядка в Ненецком автономном округе. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов органов внутренних дел, тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе, но не перестает передавать свои профессиональные навыки и опыт младшим коллегам. За профессионализм и умелые действия, проявленные при исполнении служебного долга, глава региона Игорь Кошин вручил полицейским грамоты и благодарственные письма. На самом деле, на мой взгляд, самый главный показатель – это спокойствие наших жителей. И спокойствие граждан, и чувство защищенности. Я хочу от имени администрации Ненецкого автономного округа благодарить вас за хорошее несение службы, потому что жители округа чувствуют себя защищенными и чувствуют себя спокойными. Спасибо вам за службу. Правопорядок, чувство защищенности и спокойствия жителям Ненецкого округа сегодня обеспечивает 387 полицейских. В целом по стране на страже порядка стоят более 750 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Несмотря на, казалось бы, всю серьезность профессии, полицейские люди творческие. Стражи порядка Ненецкого округа активно участвуют в культурно-массовых мероприятиях региона, выступая с различными номерами. Свои таланты они продемонстрировали и на торжественном вечере. Подарок всем присутствующим выступил хор управления МВД Панао. Такова была информационная картина дня. Посмотреть новости вы можете также и на нашем сайте. Его адрес www.trksever.ru До встречи в эфире.